Запечённая рыба, гречневая каша, вермишелевый суп с грибами. В трапезной Самарской духовной семинарии постное меню. Рождественский пост продлится 40 дней, причём по средам и пятницам. По уставу не благословляется даже рыба. Впрочем, церковное учение предписывает не делать из еды культа. Ограниченный режим питания – лишь способ избавиться от духовных недугов, таких как зависть, гордыня, гнев и уныние. Всякие посты мы приготовили себе к встрече. Встречем с каким-то важным событием. В данном случае с Христом рождающимся. Но в эти дни необходимо жить так же, как и мы живём во все остальные дни. Быть человеком, быть добрым человеком, быть христианином. Основная цель рождественского поста – духовно подготовиться к торжеству, чтобы с радостью встретить главный зимний праздник – Рождество Христово. Причём из 15 поместных православных церквей только 5 сохранили традицию отмечать Рождество Христово по юлианскому календарю. Остальные перешли на ново-юлианский стиль, который сейчас совпадает с григорианским. Для католиков в предрождественские дни – время Адвента. Это начало нового богослужебного года. В это время принято украшать хвойный венок. Причём каждое воскресенье зажигают по одной свече, так, чтобы к празднику были зажжены все четыре. Папа Римский, я недавно читал, призывает именно во время Адвента для того, чтобы сосредоточиться, искать простые формы в жизни, не искать роскошные там что-то, чего-то. Венок Адвента в Самаре украшен и в здании кирхи. Евангелический лютеранский приход святого Георга тоже готовится к Рождеству Христову. Эммануэла Янцен приехала из Германии. Там она учится, а Самару выбрала для проходения практики. Рождество она встретит в России. Сегодня в России все религиозные конфессии живут в согласии. Независимо от того, каковы праздничные традиции, каждой из них важно, что Рождество Христово – праздник для всех. И больше миллиарда человек во всем мире сейчас готовят свои подарки к вертепу новорожденного Бога-младенца. Олег Зверев, Максим Гусев. События.